От 80 до 100 миллиардов рублей потратит государство в этом году на компенсацию потерь нефтяных компаний, продающих топливо внутри страны. Так, эксперты оценили затраты на новый демпфирующий механизм, призванный сдерживать рост цен на российских заправках. Его суть в том, что если экспортная цена бензина и гистоплива выше внутри российской, то государство возмещает нефтяным компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены внутри страны. Если же темпы роста стоимости топлива будут выше инфляции, поделиться с бюджетом придется уже нефтяникам. Вот этот механизм, который позволяет компенсировать производителю при реализации на внутренний рынок, оно создает выгодность реализации на внутренний рынок. То есть, ранее ситуация сквалась таким образом, что компаниям было выгодно реализовать за пределы страны. И получалось, что на внутреннем рынке создавался дефицит продукта, и дефицит продукта приводил к повышению закупочных цен непосредственно. Тем самым, по мнению экспертов, резких скачков цен на бензин до конца года быть не должно. Ситуация может измениться только при росте стоимости нефти или введении новых налогов. Цены будут расти, но они будут расти постепенно в рамках инфляции. То есть, у нас, допустим, на этот год, там, если мне память не изменяет, Министерство финансов, Санкт-Петербанк, вложили, что рост инфляции будет 4,6% ежегодно, ну, в год. И, соответственно, и цены на бензин будут расти тоже в рамках инфляции. То есть, на 4,6%. Другая ситуация с дизельным топливом, у которого высокие оптовые цены, что пока не позволяет сдерживать его стоимость. Есть и другие факторы. Для дизтоплива характерна такая ситуация, что в осенний период будет переход на зимнее дизтопливо, которое значительно дороже за счет того, что этому дизтопливу необходимы дополнительные компоненты, для того, чтобы оно работало при отрицательных температурах. Поэтому этот продукт всегда повышался в стоимости в розничной. По дизтопливу рассчитываю, что оно будет повышаться примерно, ну, где-то, кгуля на полтора. В конце года повысится. Напомним, ранее стоимость топлива сдерживала соглашение о заморозке цен между правительством и нефтяными компаниями. Его подписали осенью прошлого года, затем неоднократно продлевали. Окончательно документ перестал действовать 1 июля. После этого цены на самарских заправках выросли в среднем от 20 копеек до 1 рубля. Последнее повышение было отмечено на этой неделе.